Несмотря на то, что Молдова не является самым популярным турнаправлением у иностранных граждан, число туристов, желающих посетить нашу страну, растёт с каждым годом. Этому способствуют как природно-климатические условия страны, так и её богатое культурное наследие. В Молдове действительно есть на что посмотреть. Путешествия полны уникальных открытий. Это и крупнейший в Юго-Восточной Европе скальный комплекс Вцыпова, и уникальный заповедник Пыдурия-Домняска, и одна из девяти крупнейших в Европе рек – Днестр, объединяющая большую часть культурных традиций, ландшафтных зон и исторических мест Молдовы. Зная то, что Молдова специализируется на производстве качественных винных напитков, то следующий пункт – это винные подвалы или Малые Мелешты, или Криково, самые известные, те, которые на слуху. Или же Старые Археи – одно из самых популярных мест, куда направляются наши иностранные гости, и куда, собственно, возят местные знатоки достопримечательностей Молдовы. А дальше уже идут скальные монастыри Сахар, Нацыпова, Сорокская крепость, город Сороки. Сейчас уже многие знают про Бендерскую крепость в городе Бендеры. Это основные направления, куда мы возим. Но и пытаемся и новые направления внедрять в наши перечни экскурсий. Это, например, Гагаузия – одно из тех направлений, которое до сих пор практически не было освоено. И сейчас мы пытаемся изучить по максимуму туристический потенциал этого региона и предлагаем нашим туристам. Стоит отметить, что туристов привлекают не только винные подвалы, монастыри и церкви с уникальной архитектурой. В Молдове есть множество различных баз отдыха относительно недорогих – с бассейнами и развлекательной зоной. За последние 10 лет очень много стало появляться в сельских пунктах объектов, где можно было бы и покушать, где можно было бы остановиться, переночевать. Таким образом, сокращая расстояние от Кишинева до этого определенного места. И, соответственно, стараются уже и наши памятники немножко привести в более презентабельный вид. Конечно, можно сказать, большой плюс то, что у нас монастыри реставрируются, и они преображаются и становятся привлекательными для иностранцев и для наших гостей, в том числе для местных жителей. Столичные красоты также привлекают внимание туристов. Порой у них есть даже список мест, которые они хотели бы посетить в нашем городе. Ну, конечно же, главные достопримечательности в первую очередь хотят увидеть. Тот же памятник Штефана Великого, который сзади меня, тот же парк Штефана Великого, где мы с вами находимся. Многие видят в интернете фотографии мемориала воинской славы, мечтают побывать там. Кафедральный собор везде фигурирует, соответственно, и в него людям хочется зайти. А уже дальше это только уже с нашей помощью, потому что, по большому счету, у нас огромное количество музеев, которые даже местные жители не знают. Окунуться в историю страны, местные обычаи, традиции и ознакомиться с образом жизни сельского населения. Всё это можно сделать, посетив нашу страну.